Люди научились получать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Они брали сосуд, они брали сосуд, и в этот сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали в этот виноградный сок дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки, и под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар, а сзади, из-под хвоста, из клааки, у ней как раз и выходит этиловый спирт, С2Н5ОН. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий, но по-научному это называется экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся, мочатся мочой, и когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, на всех углах у вас в Ростове его продают. А если два года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло называется вино сухое марочное. Стоит оно в два раза дороже орден, медаль прилепит, сбывается намного успешней. Кстати, пиво это самый опаснейший алкогольный яд. Пиво это наркотик для молодежи. У нас на озере Тургаяк мы каждый год собираемся на слеты на Южном Урале. Много народу, до трех с половиной тысячи трезвых людей со всей страны исчезают. С семьями, мы там 10 дней живем, палаточный лагерь, все. И вот у нас одна женщина, она где-то из Кировской что ли области, работает в системе образования. И они каждый год в военкомат подают списки новых призывников, ну, очередного года рождения. И говорит, в этом списке мы всегда инвалидов детей подчеркиваем. Инвалиды и дети подчеркиваются красным фломастером. И тут мы, говорит, составили списки призывников и отправили в военкомат. Военком нам звонит. Вы что же это там, мышей не ловите? Вы что же это не отметили инвалидов-то красным в этом списке? Мы, говорит, бросились, начали искать и выяснили. Дети 1988 года рождения нет ни одного инвалида. Вы представляете? Это самый трезвый период, антиалкогольная кампания, когда в три раза сократили продажу алкоголя. Дети, дети-то всездоровые родились. Это последняя наша надежда генетическая. Дети рождения 1987, 1988, 1989 года. Вот их сейчас пивом убивают. Их генофонд разрушают пивом. Вот этих вот детей, понимаете? Вот их сейчас добивают с помощью этого пива. При варке пива добавляется хмель. А когда хмель варится, из него выделяется вещество под названием эстрагон. И это вещество очень похоже на женский гормон эстрадиол. Фактически идентично. И когда мужчина пьет пиво, у него в кровь попадает много женских гормонов. И у него смещается гормональная равновесие. Это было давно известно. Вот, кстати, чем отличается мужчина от женщины? Ну, вопрос, конечно, глупый. Мужчина родился мальчиком, а женщина родилась девочкой. Не только этим и даже не столько этим. Основное отличие мужчины от женщины состоит в том, что у мужчины в организме в крови основной мужской гормон содержится. Этот гормон называется тестостерон. Мужской гормон. Тестостерон. Тестостерон. А женских гормонов два. Прогестерон. Прогестерон. И эстрадиол. Эстрадиол. Этот гормон мужской, а эти два гормона женских. И в науке известно явление, которое называется феминизация алкоголиков и маскулинизация алкоголичек. В чём заключается это явление? У мужчины в организме в основном тестостерон. И очень немного женского гормона. Очень-очень немного. И поэтому мужчина и есть мужчина. Вот я мужчина. У меня в организме основной гормон тестостерон. У меня мужской голос. Мужской характер. У меня мужские повадки. У меня есть мужское влечение к женщинам. Это тоже, кстати, определяется наличием вот этого гормона. У меня мужская фигура, плечи, все. А у женщин основной гормон прогестерон, и это придает им женственность. У них мягкий голос, мягкий характер, у них кокетство, вот желание нравиться мужчинам, это тоже определяется только наличием вот этого гормона в крови. Материнское чувство определяется вот этим самым гормоном, понимаете? Но когда мужчина начинает употреблять алкоголь, молекула спирта в крови, встречаясь с молекулой тестостерона, а тестостерон это длинная органическая молекула, молекула спирта вступает с ним в химическое взаимодействие и отрывает от него один углеродный комплекс. И тестостерон превращается в астрадиол. И напрямую у него с помощью алкоголя его мужской гормон превращается в женский. И у мужчины гормональная равновесие, если у него было вот столько мужского, а вот столько женского, начинает смещаться. Женского становится все больше и больше. И мужчина начинает превращаться в женщину. У него утончается голос, у него пропадает мужество, он всех пугается, боится. У него пропадает полностью интерес к женщинам, у него только один интерес к алкоголям. У него фигура меняется, начинают плечи сжиматься, таз раздаваться. То есть чисто женские признаки у него начинают появляться у этого мужчины. И это называется превращение мужчины в женщину. Феминизация алкоголиков. А женщина, употребляющая алкоголь, тоже интересно. Когда у ней в организме молекула спирта сталкивается с молекулой прогестерона, отрывает от нее два углеродных комплекса, и прогестерон превращается в тестостерон. И у женщины вместо того, чтобы быть основной женский гормон и мужской, начинает увеличиваться количество мужского гормона. И женщина начинает превращаться в мужика. Грубеет голос, грубеет повадки. У ней пропадает кокетство, у ней пропадает материнский инстинкт, потому что нет этого гормона у ней в организме. У ней начинает фигура меняться, плечи раздаваться, таз стягиваться. Вы обратите внимание, женщины, которые стоят в магазине там за платьями модными, и женщины, которые стоят за пивом, они внешне совершенно разные, они друг на друга абсолютно не похожи. Понимаете? Вот что интересно. Превращается, это называется маскулинизация алкоголичек, превращение женщин-алкоголичек в мужиков. Любопытно, что когда перестает человек употреблять алкоголь вообще, начинает гормональное равновесие восстанавливаться. И прямо на глазах видно, снова алкоголик, возвращается к нему мужские повадки, мужество, голос, и у женщин восстанавливаются их женские функции. Так вот пиво, в пиве, в пиве, когда начинают варить пиво, то там появляются эстрагоны. А эстрагоны это почти женские гормоны эстрадиол. И когда этот пивопиец пьет мужчина это пиво, у него сразу повышается уровень женских гормонов в крови. У него пропадает мужское начало, пропадает интерес к женщинам. Чехи, которые поспились уже с пивом, помните, козел там кого-то бодал, жаль, насмерть не забодал. Они, у них есть поговорка, любитель пива подобен арбузу, у него растет пузо и сохнет кончик, кончик сохнет. И вот обратите внимание, сразу после рекламы пива идет реклама средств от импотенции. Вот прямо в связке идут пиво и тут же золотой там конек и прочее. Потому что человек, мужчина, употребляющий пиво, он теряет детородную функцию. Он становится импотентом очень и очень быстро. Вот это страшная агрессия. Но что происходит с женщинами, которые пьют пиво еще страшнее? У женщин появляется огромный избыток женского гормона. И они превращаются в агрессивных самок, понимаете? Это агрессивные самки. Вообще им уже ничего не надо, у них это просто ужас какой-то. Кстати, вот поили мышей пивом. И у самок мышей, тех, которых поили пивом, за счет того, что поили пивом, в 4 раза увеличивался размер матки у этих мышей. Заполнялся слизью, то есть они становились агрессивными сексуальными особями. А интересное дело, молодые люди и девушки пьют пиво. У этих, а эти не могут, то есть они же пива нет. И получается страшный дисбаланс. В обществе дисбаланс просто страшнейший. Вот что такое пиво. Кстати, я вам еще хочу сказать одну вещь. Шампанского уже все понакупили. Так вот, шампанское и пиво, это самые ядовитые алкогольные изделия, которые только изобретены дьяволом. Шампанское и пиво. И у человека употребить стакан шампанского вовнутрь намного вреднее, чем употребить стакан спирта. И я вам берусь это научно доказать. Вот представьте, сейчас бы открылись двери, заскочили лихие люди, руки-ноги мне заломили и залили бы в рот мне стакан спирта. Что бы со мной произошло? Извините за натурализм, меня тут же вывернуло бы всего наизнанку. Почему? Да потому что через рот в организм вводится страшный яд. Первая реакция здорового организма на яд – рвотный рефлекс. А шампанское – другое дело. Там этого яда всего 11%. Этот яд очень удачно замаскирован остатками виноградного сусла. Рвотный рефлекс на шампанское даже у грудных детей не срабатывает. То, что шампанское и пиво газировано вот этими газами, которые напукали туда при подыхании бактерии, в этом его самая дьявольская сущность. У человека процесс всасывания начинается в тонком кишечнике. Но если жидкость газирована, то процесс всасывания начинается прямо с языка и пищевода. И поэтому процесс одурения человека от водки и от шампанского и пива резко отличается. Когда человек травит себя водкой, вот он ее заглотил, она дошла в желудок, прошла 12-перстную кишку, дошла до тонкого кишечника, там только начинает спирт всасываться в кровь. Проходит много времени. А когда он употребляет шампанское, спирт начинает всасываться прямо с языка в кровь. И концентрация алкоголя в крови при употреблении шампанского и пива нарастает быстро и скачком. У пьяниц есть даже такое крылатое выражение. Шампанское ударило в голову. Вот он, пьяница, пьет шампанское, вот оно пошло-пошло. Всосались в кровь, склеились эритроцитики. Пошли-пошли склеечки. Ба-бах, ударили по мозгам. Он чувствует момент, когда начинают разрушаться мозги. Про водку я такого не слышал. А пиво бьет в мозги, тоже бьет. Именно из-за того, что там эти газы. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку. Каждый день не выпаивайте стакан шампанского. Через год я выползу из этой клетки, законченным алкоголиком. Вот что такое на самом деле шампанское и пиво. Это самые страшные, самые ядовитые алкогольные изделия. И в первую очередь для детей и молодежи. И это знают наши враги. И поверьте, уважаемые ребята, врагов у нашей страны предостаточно. Предостаточно. Бдительность нашу они усыпили полностью. Поэтому пора просыпаться. Вы, молодые люди, вам жить дальше. И с чем вы дальше пойдете по жизни, зависит сегодня. То ли вы по кривой вниз пойдете, то ли вы действительно станете достойными гражданами. И этому мировому правительству мы по зубам все-таки врежем. Как в свое время врезали Гитлеру, Наполеону, врезали Батыю. То есть наш народ умеет это сделать. И слава Богу. Продолжение следует.